С нами на связи заместитель постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым Денис Чистиков. Денис, здравствуйте. Доброе утро. Денис, представители украинской власти вчера заявляли о том, что население аннексированного Крыма может остаться без питьевой воды из-за разрушений Каховской ГЭС. Действительно ли это так, как вы думаете? Ну тут следует отметить, если смотреть стратегически, то это соответствует действительности. На данный момент водоемы наполнены более чем на 80% по заявлению оккупационных администраций. Но вместе с этим также следует отметить и тот вопрос, что российские ученые заявили, что в ближайшие 2-3 года на территории Крыма будут именно засушливые. Поэтому будет недостача воды в 2024-2025 году. Мы увидели, что после полномасштабного вторжения и возобновления деятельности Северокрымского канала со стороны оккупационных властей, они занимались только тем, что наполняли водоемы, но не улучшали ситуацию технического характера по использованию указанной воды. Поэтому они также будут продолжать использовать эту воду в максимально возможных объемах, не соблюдая сохранность этой воды. Кроме того, есть еще Крымский Титан, который также потребляет большой объем питьевой именно воды и препресной воды, которая также поступала с Северокрымского канала. Это также не учитано оккупационной администрацией. Кроме того, следует отметить, что возобновление подачи воды в Крым возможно теперь только после возвращения Крыма под контроль Украины. Украина Гидроэнерго заявила, что при оптимистических прогнозах возобновить Каховский ГЭС возможно только на протяжении 5 лет. То есть мы уже видим и понимаем, что после возвращения Крыма и левого берега под контроль Украины еще минимум 5 лет нам необходимо будет особый режим потребления пресной воды на этих территориях. Кроме того, следует отметить и другую проблему, что на этот промежуток времени эти территории также активно, в том числе и Хессонской области, используются для выращивания зерновых. То есть эта проблема является потреблением именно, не потреблением, а продовольственной безопасности. То есть 80% территории Хессонской области, которая активно принимала участие в выращивании зерновых, сейчас также будет на протяжении длительного времени не будет иметь такой возможности. Поэтому также повлияет на продовольственную безопасность не только Украины, но и мира в целом. Ну вот оккупационные власти Крыма признают действительно, что Северокрымский канал начал умелеть, но по словам так называемого главы полуострова Сергея Аксенова, в настоящее время питьевой воды в Крыму, цитирую, более чем достаточно. Есть ли у Украины понимание, что означает это более чем достаточно, на сколько и сколько? Ну тут следует отметить, опять же, они раскрывают свои планы, что они не собираются быть долго. То есть уничтожение Каховской ГЭС показывает про то, что они не уверены, что удержат не только левый берег Херсонской области, но не удержат Крым. То есть на время пребывания там до конца года они еще готовы к потреблению воды для населения. В дальнейшем они уже не рассматривают, то есть это уже больше шаги для успокоения населения, чтобы они сейчас не поднимали социальное напряжение среди них. А также это для того, чтобы удорожить возобновление Украине всех территорий после их возвращения. Скажите, а где российские оккупанты брали воду до того, как вода снова пошла по северокрымскому каналу на протяжении 8 лет? Ну тут следует отметить несколько факторов. Что вообще Крым исторически пользовался осадками и системой горных рек и зимних осадков после новизной. Она накапливалась и она была достаточно для использования именно гражданского населения без учета производства и учета военных. После оккупации в 2014 году большое количество военных, активизация именно военной сферы территории Крыма потребляла именно пресную воду во время оккупированного Крыма, поэтому был ее дефицит. То есть это не связано с тем, что был перекрыт Северокрымский канал, а это связано было с тем, что большое количество ушло на военную сферу. Поэтому потреблялось таким путем. То, что был дефицит возникший, это для военных. Они начали его замещать с помощью артезианских скважин. Но здесь следует отметить, что большое количество артезианских скважин также приводит к негативному эффекту. Это засоление земель, которое также фиксировалось в оккупированном Крыму именно из-за нерационального использования этой воды оккупационной администрации. Есть ли на сегодня общее понимание того, какой ущерб был нанесен после подрыва россиянами Каховской ГЭС для жителей Крыма, временно оккупированного России? Ну тут следует отметить, что пока и президент Украины, и органы власти, и страны, и органы власти говорят, что ущерб мы можем понять только спустя несколько дней. А вообще последние, это про ущерб, а про последствия он будет, и не то что понять, мы будем его ощущать еще десятилетиями. Потому что он касается не только поставки воды, но это и экология, которая была. Сейчас и общественники, и международники говорят о том, что это военное преступление, и есть признаки преступления экоцида, которые будут уже более явны, и можно будет документировать после нескольких дней, чтобы понять результаты и вообще последствия этого взрыва. Кроме того, следует понимать, что большой объем осадков, которые были на дне Каховского ГЭС, именно власти Каховской ГЭС, сохранялись это все время. Они сейчас все вылились и направляются в Черное море. Поэтому вопрос по поводу безопасности, даже отдыха, рекреации, в том числе и на западной части Крыма, и южной части Крыма, также есть вопрос. Поэтому также этот вопрос будет изучаться и нашими партнерами по Черноморскому бассейну, потому что это реальная проблема не только для Украины, но и для Черноморского бассейна. Денис, вот говоря о последствиях подрыва Каховской ГЭС, конкретно для крымчан, я более чем уверен, что легитимные крымские власти прорабатывали разные сценарии. И каков худший из них? Худший сценарий – это продолжительное пребывание, продолжение пребывания именно оккупированного Крыма под оккупацией. Каждый день это не только какие-то экономические проблемы, но это и жизни людей. Потому что после взрыва ГЭС мы понимаем, что границы нарушения прав человека у них нет. Потому что даже информация, которая поступает с Крыма по нарушению прав человека, про ужесточение порядковых правил, с каждым днем там становится все хуже. И количество задержаний, и количество людей, которые их преследуют, значительно возрастает. Поэтому тут следует понимать, каждый день нахождение Крыма в оккупации – это не только проблемы для Украины и крымчана, это проблемы для Европы и мира в целом, именно в факторе безопасности. То есть, когда Крым находится под оккупацией, россияне думают только о том, как освежить силы военных для дальнейших наступлений и удержания этих позиций. Но не о том, чтобы… О гражданских вообще сейчас речь со стороны Российской Федерации не идет. Вот украинские военные говорят о том, что этот подрыв Каховской гидроэлектростанции в первую очередь направлен на то, чтобы сделать невозможным, усложнить как минимум контрнаступление вооруженных сил Украины на Южном фронте. Как вы думаете, действительно ли это повлияет на планы вооруженных сил Украины? Ну, сразу же было заявлено еще вчера после подрыва и президентом Украины, и вчера проводилась ставка о том, что Украина от своих планов и от планов освобождения своих территорий не отказывается и действует согласно им. Ну и такой, наверное, последний вопрос, чтобы вы могли посоветовать в нынешней ситуации жителям Крыма. Ну, тут следует отметить не только жителям Крыма, но и жителям левобережной части Херсонской области то, что сейчас начинается, как вчера уже были онлайн-эфиры головой войсковых термограммах в Херсонской области, что начинается новая эпоха потребления воды. Поэтому это не кризис, это еще не худшие времена, но подход к использованию воды надо менять, и мы понимаем, что будет дефицит воды в ближайшее время, пока не возобновится ни Каховская ГЭС, и перестраивать не только потребление воды, но и производство на этих территориях. Скажите, а российским оккупантам, которые в Крыму сейчас пока еще находятся, что бы вы посоветовали? Ну, как всегда, мы советуем, что у них есть только один путь возвращения, это Крымский мост, и пока он цел, то следует оставить эти территории, потому что в дальнейшем они останутся фактически отцеплены. И Российская Федерация ничего не предпринимает, хотя они заявляют, что разрабатывают альтернативные пути оставления временно оккупированного Крыма, если будет поврежден Крымский мост. Но это только слова, но в реальности не фиксируются никаких действий по увеличению флота, который бы вывозил людей и имущество с оккупированной территории на территорию Российской Федерации. А есть у вас информация, вот этот товарищ Аксенов, он своих родных, семью свою эвакуировал из Крыма или нет? Ну, такой информации у нас нет, но есть информация, что он создал частную военную кампанию для своей личной охраны, и это указывает на то, что он не уверен в вооруженных силах Российской Федерации при приближении вооруженных сил Украины к временно оккупированному Крыму. И это ему необходимо как раз для охраны и вывоза своего имущества уже в крайней ситуации, когда вооруженные силы будут ходить на временно оккупированную полуострову. Представляется очень мало людей на этой планете, осталось, кто верит в вооруженные силы Российской Федерации. Заместителем постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым Денисом Чистиковым говорили о последствиях подрыва Каховской гидроэлектростанции для полуострова. Продолжение следует...